Глава двенадцатая Злодею на земле не устоять, а праведники неискоренимы Достойная жена венец для супруга, обесстыжая, словно гниль в костях Праведник помышляет о справедливости, а нечестивец затевает коварство За словами нечестивца жажда крови, а правдивые речи спасительны Пал нечестивец и нет его, а дом праведника устоит Речь разумная прославит человека, а порочные замыслы опозорят Лучше в простоте и быть самому себе слугой, чем со спесью, да без крошки хлеба Праведник и скотину пожалеет, но милость нечестивца хуже жестокости Кто возделывает землю, будет сыт, а глупец за пустотой гоняется Нечестивец изощряется в коварстве, но корень праведных дает побеги Нечестивец в лживых речах запутается, а праведник избежит беды Человек пожнет добрый плод своих речей, возвратятся труды к нему наградой Глупец считает свой путь правильным, а мудрый прислушивается к советам Глупец выставляет свой гнев на показ, а разумный не слушает оскорблений Слова честного человека правдивы, а слова лжесвидетеля коварны Болтовня может ранить, как меч, а слова мудрецов исцеляют Правдивые слова останутся навеки, а лживый язык недолговечен У злокозненных на сердце коварство, а у миротворцев радость Не приключится с праведником несчастья, а нечестивых зло переполняет Лживые уста — мерзость для Господа, но угоден ему тот, кто поступает честно Проницательный таит свое знание, а глупцы выставляют свою дурь на показ Прилежной руке править, ленивой руке нести повинность Беспокойство изнуряет сердце человека, а доброе слово веселит Праведник укажет путь ближнему, а на стезях нечестивцев заблудишься Лодырю добычи не видать, а у прилежного богатство и достаток Стезя правды к жизни, а кривые пути к смерти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok